В начале лета левый берег Волги традиционно принимает самых активных и целеустремленных. Десятый молодежный форум Молгород-2018 стартовал в Заволжье. С места событий Юлия Важенина. Здравствуй, мой друг, здравствуй, юноши, девуши, здравствуй, наш Молгород всех объединит. Десять тысяч участников, 27 регионов России, 13 стран мира. Так выглядит Молгород в цифрах. Десятый юбилейный форум побил собственный рекорд по количеству заявок. Их было более 750. Форум Молгород уникален тем, что это самый масштабный форум на Средней Волге. Мы здесь видим по стилистике, по оформлению и по темам, что мы ставим цель развития туризма. Развитие туризма в городе Чебоксары и в Чувашской республике. И наш основной сон – счастье на Волге. И мы считаем, что наконец-то мы нашли правильное направление. Активные молодые люди оккупировали базу отдыха «Буревестник» до 10 июня. По программе «Все включено». Этот форум в этом году имеет свое продолжение по смыслу, связанное с туризмом. Все те вопросы, которые были в прошлом году, они переформатированы по содержательной части уже в другую тематику. И будут мозговые атаки, круглые столы, разные дискуссии. Задать вопросы главе республики все желающие могли на площадке развития территорий. Кстати, в этом году количество образовательных площадок увеличилось до шести. Ты предприниматель, российское движение школьников, добровольничество, точка роста, студенческое самоправление и гражданская активность, технологии масс-медиа. Володя Тютин мечтает попасть на все направления. Каждый день разная площадка. В первом городе ощущений много, эмоций много. Все классно. Погода, наконец, хорошая. Этот палаточный лагерь мало похож на дикий отдых. Здесь работают пресс-центр, кафе, на всей территории есть и Wi-Fi. Но все же отрыв от цивилизации ощущается. Нужную воду принести и дрова наколоть. Особая романтика форума – палатки, костры и песни под гитару. Кстати, еду участники готовят сами своим отрядом у костра. Ребят, привет! Ну, рассказывайте, что готовится? Мы сейчас будем готовить суп. Суп из чего? Какой суп? Капусты, морковки, лука. На природе все вкусно. Своя еда – это классно. Кормят участники и себя, и комаров. Такое чувство, что сюда слетелись насекомые со всего Заволжья. Настя Порфирьева на Молгороде была и участником, и организатором. Поэтому точно знает, что нужно брать на природу. Пледик обязательно, потому что очень холодно. Второй плед – это тоже обязательно, потому что холодно. Потом туристические коврики. Желательно, чтобы их несколько было, потому что, ну, земля холодная. Вот, потом, потом еще что? Влажные салфетки для девушек обязательно. На Молгород нельзя приезжать, конечно же, без настроя. А в этих хрупких девушках не сразу признаешь охрану. Марина Семенова и Анжелика Прокопьева решили поехать на форум следить за порядком. Мы охраняем территорию, не пускаем людей с алкоголем, там электрические приборы, все запрещено. Обычно охрана – это такие сильные мужчины, специализированные девушки, но мы тоже не промах и справляемся даже очень хорошо. Молгород – это не только образовательные площадки. Для участников подготовлены насыщенные культурные и спортивные программы. Впервые пройдут турниры по пятиборью, лазер-ран и экстремальный забег здоровья на Волге. Каждый сможет попробовать себя в кайтинге. Новшеством этого года станет проведение Дня культуры и творчества. Кстати, его посетит актер театра и кино Александр Носик. Так что до встречи на Молгороде. День и ночь – это все Молгород. День и ночь – он нам очень дорог. День и ночь – пусть там есть лимона. Молгород, Молгород. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.